Маньяк, похищавший девушек и превращавший их в сексуальных рабынь, задержан в автозаводском районе. Последняя, 18-летняя жертва в полубессознательном состоянии была обнаружена у него в гараже. 44-летний Дмитрий Макаров девушек накачивал психотропными веществами и пользовался их беспомощностью. В конце концов, по всей видимости, что-то заподозрили соседи по гаражу и сообщили в полицию. Какой-то урод нас тут в гаражах. Мучил девушку, оказывается, 18 лет. Внутри гаража была обнаружена 18-летняя жительница Нижегородской области, которая на момент прибытия туда следователей и сотрудников полиции находилась в состоянии под воздействием психоактивных веществ. Место все равно ведь глуховатое у нас здесь. Вот смотрите, например, у меня вот подвал, видите? Вот туда вот. Пожалуйста, закрой. Здесь вот такие вот стены внизу в подвале. Блоки. Кто услышит? Нет. На место была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. Осмотревший врач высказал осуждение о необходимости срочного доставления девушки в стационар больницы, что и было сделано незамедлительно. В настоящее время девушка допрошена, пояснила, что действительно добровольно в определенное время познакомилась с этим мужчиной. По его предложению поехать на одно из озер Нижегородской области ответила согласием, где на озере употребляла вместе с ним напиток, в котором, по ее мнению, находилось это вещество, которое привело ее в это психоактивное состояние. При осмотре автомобиля, которым пользовался обвиняемый, было обнаружено это химическое медицинское вещество и медицинский препарат. Есть основания полагать, что он причастен к совершению иных аналогичных преступлений, поэтому он будет в ходе расследования проверен на причастность и к иным преступлениям на территории Нижегородской области. Он странный, да, странный товарищ. Он когда-то лежал в больнице и сидел в тюрьме. Он так вот навязывается, поговорит, но я всегда старалась избегать этого общения. Неприятно. Вот чисто неприятно как-то. Для меня он хороший. Он всех, кто говорит, знаете, совсем здоровается. Он хороший, он добрый, он совсем вежливо разговаривает, совсем аккуратно, он никого не обидит словом. Он даже матом никогда никого здесь не ругал. Он всегда был чересчур вежлив, хотя это обычно не больше, чем какой-то, ну, дань общества, так говорится, здрасте, здрасте, до свидания. А он всегда был чересчур вежлив, заигрывал, например, с женщинами, например, с моей сестрой, всегда чересчур здоровался. Мы просим зрителей этого сюжета, в том числе жителей Нижегородской области и иных регионов, в том случае, если в указанном лице они узнают своего обидчика, скажем так, вы можете обратиться в Следственный комитет. Что было с прошлыми жертвами этого маньяка Дмитрия Макарова? В правоохранительных органах не сообщают подробно, то ли им удалось сбежать, то ли, проведя несколько дней в таком полубессознательном состоянии, они ушли и не помнят ничего произошедшего. Мы пока этих подробностей сообщить вам не можем. О личности Дмитрия Макарова также известно немного, ему, повторюсь, 44 года. Он не женат, не работал, жил с престарелой матерью. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании этого дела, этого дела сексуального маньяка, то звоните по телефону следователя 8-920-069-5186. Повторю еще раз, 920-069-5186.